Мне пастор попросил посвидетельствовать тоже про сто служений, которые было вчера. Но я сперва хочу поблагодарить действительно каждого, кто служил в четверг, потому что для меня лично эти служения, здесь странство мое же, они для меня что-то значат, потому что Бог, это не просто так, не просто мы что-то там делаем, какую-то мелочь. Мы трудимся, чтобы эти люди были спасены вечности, и то, что мы делали вчера, это тоже мы делали для того, чтобы те люди были вечности спасены. И да, это выглядит, что мы просто делаем какие-то, может быть, простые дела, там кормим кого-то, куда-то везем, там, экскурсии, вроде бы развлекаем. Но помимо этого мы сеем Слово Божие, это в жизни этих людей, и мы сегодня слышали, что Слово Божие – это нетленное семя, которое Бог способен взрастить и превратить из этих семян плоды спасения. Аллилуйя, воздадим Богу славу. Он велик, Он спасающий Бог, Он сильный Бог. Его рука не сократилась, чтобы спасать и вчера, и я благодарю каждого из вас, кто четверг служил, кто серьезно относится к этому, потому что этому надо относиться серьезно и с ответственностью. Потому что, как мы сегодня слышали, призыв Божий, Он несет за собой как привилегии, так и ответственности. Бог, Он равновешивает привилегии и ответственности. Если будет только привилегии, то появится коррупция. Если будет только ответственность, то мы сломимся под этой ответственностью. Потому что у Бога Слово уравновешено, это слава Богу, что Бог такой мудрый, Бог. И вчера мы ехали в Юрмалу с семьями, у которых дети с инвалидностью. Вы все знаете, что в нашей церкви есть служение для семей, где растут дети с инвалидностью. Я благодарю Бога, что Он дал это служение, что Он мне когда-то это открыл, что пастор Паскайлик акцептировал это служение уже 14 лет, сколько и церковь проходит это служение. И мы служим этим людям, и как мы слышали галатам, Павел говорит, что надо с терпением делать добро, да. Мы хотим быстрых плодов, но они не так быстро иногда приходят. Но Бог знает, когда прийти к плодам, потому что времена и сроки у Господа. Вот я, например, сегодня привез плоды из огорода, да, где все как-то по-другому предсказуемо. Но Бог, Он показывает на этих примерах огорода, да, как это все происходит. Сначала весной ты просто сеешь семечки в землю. Ну, ты сначала землю подготавливаешь, потом такое маленькое семечко, которое вот для морковки еле можно там удержать. Ну, где возможно там посеять, нормально, надо сеять. Так, ты не можешь одну семечку даже взять в руки, да, то несколько, как берешь, так сразу несколько у тебя. И ты посеял, и вроде вот там черная земля, ничего нету, ничего нету. Вот только посеял. И проходит время, и что-то там начинает выходить из этой земли. А перед тем, как выходить под землей, происходят процессы, которые мы не видим, представляете? А там семья умирает, чтобы был плод. Слово Божие говорит, если Иисус сказал, если семья не умрет, она не принесет плода, да. Иисус на Своем примере показал, как Он умер, чтобы принести много плода. И это много плода, это каждый из нас, это спасенные люди. И это те, которым мы служим, сразу думаю же, этим семьям. Это наши плоды, на которых мы смотрим глазами, верим. Потому что мы верим, что Бог способен их спасти. Амин. Кто верит, что Бог способен спасти людей, сразу думаешь, что наших близких может спасти. Даже если, кажется, без надега полная. Но знайте, у Бога, Богу все возможно, сказано. Богу нет ничего невозможного. Он даст шанс каждому человеку. Если человек совсем откажется, ну это его выбор будет. Но Бог делает так, чтобы человек, за которого молится, не отказался. Это второе еще больше чудо. Итак, мы вчера поехали в Юрмалу на электричках новых, хороших, а таких уютных электричках новых, которые быстро, очень ходят, тихо, не делают такие резкие движения, как раньше там было. Толкнуло такой толчок. Сейчас такие хорошие электрички. Мы поехали, у нас по плану в октябре обычно посещение музея. И вот вчера мы посетили музей города Юрмал в Майерах. Что я хочу сказать по поводу Юрмалы. Там все музеи бесплатно. Там город оплачивает все музеи. И такого в Латвии нигде нет в другом месте. В других музеях только там, где инвалидов бесплатно, еще для кого-то. В Юрмале все музеи бесплатно для всех. Можете любой день приехать и бесплатно посетить. Там их четверо, там четыре музея. Мы были в центральном музее, где два этажа. Нас встретила прекрасная женщина, молодая женщина Кеннета. Просто такой человек Бог дал прекрасного. Она считается музейный педагог. Наша педагог Наталья уехала с Ариночкой жить в Испании. Пусть Бог их благословит. И вчера нам служил педагог в музее. Она была очень открыта. И она была очень добра к нам. Я это все слышал уже по голосу в телефоне, когда с ней говорил. Я понял, что все будет очень хорошо. За то, что она проводила с детьми занятия и с родителями. Мы ехали с семьями. У нас было 9 семей, 23 человека у нас было. Из церкви был я и Юля. Юля служила одной девочке. Или женщине уже, которая тоже инвалид. Кому надо сопровождающего. Юля и служила. Ассистентом. И за это занятие надо было платить 40 евро. Она отпустила нам это. Она не взяла это 40 евро. Поздадим Богу славу. Она переступила закон. Ей по закону надо было взять эти деньги. Она сказала, что она человек. И у нее есть сердце. И это что-то большее иногда государственного закона. Я не говорю, что надо переступать к закону, но надо к сердцу прислушиваться. Потому что Божий закон, он милостивый. Божий закон и строгий тоже. Но Бог сказал, что его милость превыше всего. Кривише суда, да, даже милость. И эта женщина нам оказала милость. И она нас встретила. И мы посмотрели на втором этаже выставку картины. Очень красивые картины. Художник Анци Сартумс. Латышкий художник, такой мастер. Он рисует природу и тихую природу. То есть цветы, разные установки. Очень красивые картины. И после этого у нас было занятие, где дети с родителями делали свои картины в технике коллаж. То есть рвали кусочки из цветной бумаги и клеили на сместочек на тему осень. Такую картину. Очень красивые работы получились. Потом мы вместе сфотографировались. Там выставляла Юля родителей в эту страничку нашего лагеря. Там можно посмотреть все это. Ну, там не всем есть доступ, правда. Но можем показать, кто хочет. Подходите к Юле, она покажет. И потом, и потом, и потом расскажу чуть-чуть, как была подготовка. И когда мы делали вот с Натальей все эти творческие дела, мы всегда, конечно, включали, чтобы это в работе Слово Божие было. Как нас учит пастор и как нас учит Бог, чтобы мы сеяли это нетленное семя. А сейчас, ну, я не руковожу этим занятием, это она руководит. Но мы с ней переговорили, и я ей сказал, что, ну, как калаш, там все это берется с разных кусочков. И я сказал, что у нас тут же будут кусочки с текстом небольшие. И я подготовил кусочки бумаги со Словом Божиим. И привез, и все рассказали, показали. И они начали делать. И интересно было то, что она показала свой образец этой работы, которую она сделала. И она сказала, ну, эта работа не закончена. И действительно, там было много пустого пространства. И когда я возложил это Слово Божие на стол, я его зачитал, потом положил на стол и сказал, что есть возможность в своем работе включить вот тоже вот этот текст. Кто хочет, берите и приклеивайте. И что мне самое понравилось, что эта женщина, этот гид, молодая женщина, она заклеила к своему работе два Слова Божия. Там на ее картинке было дерево. Одно из слов было про дерево, что хорошее дерево не может принести худого плода, а худое дерево не может принести хорошего плода. Это она приклеила. А второе было слово из Коринфянам 13 главы про любовь. Что такое любовь? Что любовь долго терпит и не желает зла. И смотрю, она и эту полосочку приклеила. Мне это так понравилось. Я говорю, я так благодарю, что вы тоже приняли это слово. И знаете, это слово будет работать в жизни этого человека, потому что она приняла его. И многие из людей, которые работали, наклеили. Большинство. Не все, но большинство наклеили это слово. И когда я стал читать это слово, я просто почувствовал, как Бог бодрствует над своим словом. И сразу почувствовал, что я не просто читаю какую-то газету, или сказку, или рассказы к этим детям, или родителям. Я почувствовал, что я читаю слово Божие. Сам Бог сверху смотрит. Как я это делаю? Это ответственно, читать слово Божие, потому что это слово Божие, которое и на нас налагает ту же ответственность, что она говорит. Если она говорит долго терпеть, значит, я должен стремиться к долготерпению. Если она говорит не желает зла, значит, это все и ко мне относится, не только к другим. Ну и когда мы сделали эти работы, тогда мы пошли в первый этаж. Там была постоянная выставка о истории Юрмальского курорта. И там очень хорошее, мы посмотрели кино, очень много исторических кадров, которые были разложены по сезонам. И первый, самый древний сезон, это еще царские времена, до времен Первой Меревой Ваны. Мы знаем, что фотография появилась уже в конце 18 века, и в начале 19 века это было в топе фотографировать. Эти старые фотки с 1905-1910 года. Там очень много, и это все сделано как видеоролик такой. И потом уже поздние годы, которые там независимость Латвии, потом в советское время, вот такие фильмы, такие колледископические, очень красивые. Мы посмотрели истории, как развивался этот курорт, как он начался из маленьких избушек, где рыболовы просто жили там, там и они сети там сушили, маленькие такие домики. А сейчас это город длиной 24 километра. Очень большой город, очень богатый город. Даже музей сделал бесплатным для всех, представляете? Слава Богу за такую шедрость. Аллинуя, да. Ну и потом мы пообедали в кафе, и потом, так как была хорошая погода, слава Богу, пошли на берег моря, прогулялись по берегу моря, и потом поднялись на башню, 33 метра над землей, посмотрели просторные горизонты, море, леса, Латвию сверху. Можно Рибу было видеть. И потом мы поехали обратно в Рибу. И, как пастор сказал, вот это слово звучало, что исследуйте сами себя. Вот это закончилось. Мне действительно самое важное потом не услышать там как-то по хвалу там из людей, я иду в молитве и говорю с Богом, потому что я хочу почувствовать, как Бог отреагировал на то, что я делал. И я почувствовал, что Бог доволен, что Бог доволен тем, что мы сделали, потому что, как вот это слово, в Галатах было, что вам нужно терпение, чтобы, делая добра, не унывать. И если будем иметь это долготерпение и продолжать, и не унывать, то будем, то свое время пожнем. Я сейчас призываю, помолимся, чтобы эти семена, которые мы сеем, и в страсть, думаю, и в эти семьи, и везде личная жизнь мы сеем, чтобы они принесли эти плоды покаяния, плоды спасения, помолимся конкретно за этих людей, потому что мы много уже сеяли, и мы ждем этих плодов, и мы где-то уже их видим. Я еще коротко до молитвы скажу, сейчас приходит такой короткой свидетельств именно из этого, служения для семей с особыми нуждами их родителями. В этом году был такой случай, что одна из этих семей, кто знает, этот мальчик Никита, такой был раньше в лагере у нас, даже они в церковь приходили с мамой, Анна, мама была Анна, ее еще второй сын и доченька еще родилась, это, ну, семья с проблемами была, там проблемы с алкоголем было, и Никита, он жил в детском доме, но в лагерь они приходили, потом они один перед церковью приходили, в мираже, когда они еще служение проходили, в какой-то моменте приходили, и потом опять дьявол их отошил, дав грех, эту маму, но мы всегда молились за них, я лично всегда молился, потому что, когда я приглашал на через одно мероприятие, я видел, что мама там не отвечает, я понял, что она в проблемах, что надо молиться за эту семью, и в этом году, весной, она ушла к Господу, и Бог сделал большое чудо, что действительно, Он дал ей этот шанс, после этого падения, еще подняться, покаяться, и действительно уйти на небесах, и когда он умер, я получил это свидетельство от Бога, что она спасена, и это слава Богу, Бог спасающий Бог, и даже если этот человек спасается, с самого конца, она была спасена уже, но эта борьба с грехом была очень жестокая, и дьявол, он жестокий, там нет милости, он жестокий, он бьет без жалости, он просто уничтожает людей, его цель уничтожить, его главная цель, чтобы человек не был на небесах, чтобы он оказался в аду после смерти, и конечно, он тащил в ад эту женщину, ее детей, но Бог ее вытащил оттуда, Бог ей дал покаяние, и она ушла к Господу, Аллилуйя, и так я знаю, Бог спасет этих людей, которые сегодня, может быть, нет, ничего не понимают, мы так же, когда ничего не понимали о Боге, о спасении, о вечной жизни, но сейчас мы понимаем, потому будем молиться, да? Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя, что Ты начал церковь на Юбле, 14 лет назад, Господь, что Ты создал эту церковь, Ты родил ее, Господь, через апостола, Ты поставил нам пастора, сказали, Аллилуйя, Господь, мы благодарим, что она добрый пастор, что она печется церковь, Твоей, потому что это ее церковь, Господь, это ее сердце, мы благодарим за каждое служение, которое Ты открыл в этой церкви, что мы служили здесь страз, думаю, уже к людям, этим незрячим, Господь, мы благодарим, что мы можем сеять в их жизни Слово Твое, которое есть нетленная семья, мы благодарим, Господь, что мы можем сеять в эти семьи, где дети с инвалидностью, это нетленная семья, и Ты, Бог, взрашиваешь, и взрашиваешь, и мы этой молитвой поливаем, Господь, эти семена, поливаем и благодарим Тебя, что Ты взрастишь эти семена и превратишь их в плоды спасения, что эти люди унаследуют вечную жизнь в Твоем вечном царстве, халилюя, мы славим Тебя и благодарим, что у Тебя нет ничего невозможного, что рука Твоя не сократилась, чтобы спасать, мы, как Твои священники, благословляем эти семьи, которые живет в страздуме уже, мы благословляем семьи, которые им не служили вчера, мы благословляем именем Господа Иисуса Христа, эти семена, которые были посеяны, и благодарим, что никто их не похитит во имя Иисуса Христа, кровь Иисуса на эти семена, халилюя, халилюя, Господь, мы благодарим, благодарим за руку Твою, которая не сократилась, чтобы спасать, мы благодарим, что мы также не будем унывать, но будем служить дальше, Господь, в тех служениях, которые Ты нам доверил, и мы славим Тебя и благодарим за спасение этих людей во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, благоценные. И сейчас начнется вторая часть, тоже, пожалуйста, возьмите, я привез с деревни, там есть свекла, лук, яблоки, тыква, которую Евгений согласился порезать, да, там есть пакетики, и куда-то это все можно положить, пожалуйста, берите это благословение из моего огорода, то, что Бог дал вырасти, да, и славьте Бога за это, что Он дал всему вырасти. Спасибо за внимание, благословенное общение.